Добрый день. Продолжим рассмотрение составных частей огромной территории Земли, которая носит название Мировой океан. Мы рассмотрели с вами Атлантический океан, так называемый Модельный океан, рассмотрели структуру и строение Северного Ледовитого океана. Помните, что это чисто русское название. В мировой науке его обычно называют либо Беральным океаном, либо Арктическим. Арктический – это сейчас наиболее употребимый термин. И рассмотрели океан, который окружает территорию Антарктиды, который, собственно, и выделен был относительно недавно. Но для этого существовали, как я уже говорила, признаки, касающиеся строения и параметров водной толщи. Ну и, кроме того, окружающие его хребты могут служить границей между Южным океаном и примыкающим к нему по кольцу океаном другого названия и в какой-то степени несколько другого происхождения. Сегодня мы будем рассматривать, наверное, второй, самый значимый по своей территории и лежащий в основе возникновения теории тектоники плит. Океан может быть не менее или чуть менее значимый, чем Атлантический. Это Индийский океан. Их связывает то, что оба они произошли в результате распада огромного суперконтинента, который мы называем Пангеей или Пангеей-2, сформировавшегося на рубеже Перми и Триаса. Индийский океан располагается, как вы знаете, между крупными континентальными блоками Евразии, Африки на западе, Австралии на востоке, а в южной своей части отделяется хребтом от Южного океана. Структура его отличается от подобной структуры Атлантического океана. Это сразу бросается в глаза, глядя на его карту. Видно, как на предшествующей карте, которая представляет собой тектоническую карту, чисто такого схематического несколькостроения, видно, что здесь выделяются четыре срединных океанических хребта. Сюда входят хребет Карлсберга, срединно-индийский, западно-индийский и западно-австралийские фрагменты хребта. Как вы видите, они протягиваются в целом действительно в срединной части океана. В районе острова Родригес существует тройная точка сочленения, поэтому она и носит такое название, как точка Родригес. Как есть точка Бубе в Атлантическом океане, так и в индийском есть точка Родригес. Здесь хребет ветвится и разделяется к юго-западу. От него отходит ветвь, которая носит название западно-индийского хребта и к востоку западно-австралийского. На юге Индийский океан оконтуривается австрало-антарктическим хребтом, который отделяет его от антарктического или южного океана. И, в принципе, проводит такую разделительную черту и от Австралии. Если говорить о самом хребте, что он собой представляет, как он развивался и, соответственно, какое строение он имеет. Он также, как и хребет срединный, который мы называем САХ или срединный атлантический хребет, это хребет с медленной скоростью раздвига или спрединга. Спрединг осуществляется наиболее активно в двух частях. Это в области хребта Карлсберг, который мы видим на этой карте. Он здесь помечен. Здесь вот его положение. И срединно-индийский. Это наиболее активная зона спрединга. Надо сказать, что хребет этот содержит много трансформных разломов, которые присутствуют на его продолжении. И некоторые из них, в частности, разлом Оуэн, мы отмечали. Он располагается вот здесь, вдоль Австралии. И, кроме того, это хребет Эвард, который лежит на его продолжении. Таким образом, как вы видите, срединный хребет Индийского океана во многом напоминает хребет хребта Атлантического, но и имеет, в общем, от него свои отличия. Также, как в любом океане, помимо хребта, в нем имеются котловины. Наиболее мощные из них – это следующие участки. Первая – это котловина 1А, располагающаяся вблизи Евразийского континента. Это между Аравией, Пакистаном и Индией. Здесь, для этой части, вот в этом участке, в эту котловину впадает река Инд, которая несет в себе мощнейшие взвеси. Вода Инда насыщена осадочными породами, частицами мелкими, которые в дельте выносятся в океан, близлежащую его часть, на шельф и частично на континентальный склон. И это одна из точек на земном шаре, где мощности осадков в прибрежной части достигают огромных мощностей. Если вы помните, на первой лекции мы показывали, там, где мощности осадков были показаны на карте океана, там такой был красный треугольник, который показывал резкое увеличение мощностей осадков. Вторая котловина — это сомалийская, которая помечена буквами 1b. Здесь тоже осадки, в общем, достаточно мощные, но они уже вроде бы как соизмеримы с остатками других участков мирового океана, достигают 12 километров. Особую роль в строении Индийского океана имеет котловина небольшого размера, которая разделяет отделившийся от Африки кусок континентальной коры, который называется Мадагаскар, А пролив, который образовался в результате этого раздела, носит название Мазамбикской. Фрагмент, который отделяет его от континента, играет большую роль в истории развития океана. Здесь, пожалуй, одна из наиболее древних участков коры. По возрасту она отвечает в средней юре. И фрагмент 1g — это мадагаскарская котловина, которая разделяется мадагаскарским хребтом на две части и отделяется от мазамбикского фрагмента островом Мадагаскар. Она выполнена, вернее, кора ее — это уже поздний мел, более молодая. Кроме того, имеются другие котловины на противоположной стороне, мы их рассмотрим позже. А сейчас посмотрим, как устроены эти котловины, какие у них границы и какого возраста осадки их выполняют. Про аравийскую котловину мы уже с вами говорили. Вот ее положение. 1а. Мы говорили о том, что она содержит в своем составе мощнейший осадочный чехол реки Инд. Но, помимо этого, она обладает еще очень важными структурными элементами тектонического характера. Здесь происходит тройное сочленение отдельных отрезков хребтов. И одно из этих сочленений — это область красноморского репта. И располагающийся здесь хребет, который носит название хребта Шебо. Рифт очень узкий, но это уже настоящий маленький океан, потому что есть срединный океанический хребет. Его окаймляют структуры рифта, обладающие корой океанического типа. По обе стороны от океанической коры лежат осадки, которые обладают возрастом, естественно, поскольку рифт молодой, тоже достаточно молодого. Это миоцен, причем это довольно мощные осадки. Кроме того, там еще много неустановленных нарушений как в строении осадка, так и в тектонике дна, потому что дно формировалось под влиянием движения Индостана в сторону Евразии и его сочленения с этим континентом. И, в общем, конечно, это отразилось на строении этой котловины. Сомалийская котловина в какой-то степени связана с осью спрединга. Вот она, сомалийская котловина. Ее южная часть находилась в значительной степени под влиянием отделения Мадагаскара от Африки в позднее Юре. Она также, как и предшествующая, обладает океанической корой. По краю шельфа, который является переходным участком к самой котловине, существует барьерный риф. А дальше следует переокеанский прогиб с мощностью осадков, достигающей 12 километров. Далее следует Мазамбикская и Мадагаскарская котловины. Вот Мазамбикская котловина. И вот Мадагаскарский хребет и Мадагаскарская котловина. Здесь присутствуют медленно-спрединговые части хребта, которые характеризуются довольно часто повторяющимися трансформными разломами. Но вот, к сожалению, на этой карте это не очень хорошо видно. Но здесь видна Мадагаскарская котловина. Виден Мадагаскарский хребет, который лежит как бы на продолжении острова Мадагаскар. И здесь вы видите Мазамбикскую котловину, которая отделяет Мадагаскар от Африки. Надо сказать, что в Африканах, в этих областях присутствуют очень интересные участки, поскольку, например, мы говорили с вами, в Мазамбикской котловине мы встречаемся с одной из самых древних кор на территории Индийского океана. И вообще с корой достаточно древней для молодых океанов. Потому что ни в Атлантическом океане, ни в Индийском океане, ни тем более в Северном океане Антарктическом мы не имеем коры моложе Юрой-3. То есть древнее, извините, коры, чем Юра-3. Мазамбикская и Мадагаскарская котловины отделяются или, если можно так сказать, окамеляются Африканно-Антарктическим хребтом и Западно-Индийским хребтом. Вот они в овальных таких структурках показаны. Здесь существуют древние магнитные аномалии, которые показывают, что уже в конце Средней Юры началось формирование спрединга. Среднеюрской коры мы не имеем, но позднеюрская уже существует. К северу от структуры Западно-Индийской существует острова Крузе. Это поднятие остров и окружающие его достаточно глубокие участки океанической коры. Это острова с четвертичными базальтами и плутонами сиенитов. Вообще для Индийского океана считается типичным присутствие серии плюмов, то есть горячих точек в коре. И вот считается, что, возможно, вот эти вулканические острова – это как раз проекция мантийного плюма в южной его части. Ну вот здесь вы видите карту Индийского океана, видите все структурные элементы, и видите, как на обычной палеогеографической карте, вернее, географической даже карте, хорошо видны структуры, которые показывают нам, что западная часть Индийского океана является очень сложно построенной и сильно расчлененной на котловины и разделяющей их хребты. Ну, я уже не говорю о точке Родригес, но и все те хребты, о которых мы говорили ранее, они все, как вы видите, разделяют всю западную окраину океана на отдельные участки, отличающиеся в своем строении друг от друга. Теперь рассмотрим Индозонский сегмент. Внутри него – это восточная часть Индийского океана, отделенная от него Срединным океаническим хребтом. В нем содержатся два крупных участка или две крупные котловины. Это центрально-бенгальская котловина, буква 3А, и другая котловина, которая носит название западно-австралийской котловины, и они разделены друг от друга восточно-индийским хребтом. Центрально-бенгальская котловина. Эта котловина, в общем, крупная достаточно. Пожалуй, по сравнению со всеми остальными, она, наверное, самая крупная, потому что, как мы помним, в западном участке океана мы только что это видели, где котловины разделены хребтами, и территория их является более мелкой. А вот эта котловина построена так, что, в общем, она достаточно однородная и является достаточно крупной. Надо сказать, что в ее северных участках, которые прилежат к более мелководным участкам, окаймляющим Индостан и Индокитай, два полуострова, впадает река Ганг, которая так же, как и Инд на западе, несет сюда мощнейшую толщу осадков. Это реки Ганг и Брахмапутра, и мощность осадков – это 16,5 километров в одном месте и 3,5 в другом. Возраст конусов выноса, в общем, довольно большой разброс от иоцена до квартера, то есть до четвертечного периода. Внутри океанической коры имеются внутриплитные дислокации. Это вообще такая отличительная черта в какой-то степени Индийского океана. Считается, что срыв, вот эти дислокации, которые формировались в результате срывов отдельных блоков океанической коры по серпентинитам, то есть по определенному слою океанической коры, возникали во время причинения Индостана к Евразии. Что здесь еще очень важное? Какой сегмент отличает Индийский океан от океана Атлантического? Это активная зона субдукции, которая располагается в его крайней северо-восточной части и носит название «Яванского жёлоба» по названию острова Ява. Это такая вот уже типично выраженная островодужная окраина Молодого океана. Если в Атлантике мы имели с вами дуги, например, с Андвичевых островов, но все-таки, несмотря на то, что это дуга настоящая и жёлоб там есть, но все-таки по сравнению с яванским жёлобом по размеру, это такая структура гораздо менее явно выраженная. Восточно-индийский хребет протягивается на длину до 5000 километров. Сложен он талиитовыми базальтами и окружающими его рифовыми массивами. Он раскрывался постепенно с юга на север, и его возраст в общем колеблется от 36 до 75 миллионов лет. Происхождение его, так же, как и предшествующего хребта, это плюм, расположенный в центральной части Индийского океана. Надо сказать, что с этим плюмом какие только тектонические явления не связывали, и вы, наверное, о них не раз слышали и в курсах исторической геологии, и в других курсах, касающихся геотектоники и геодинамики. Хребет имеет и оценываю ось спрединга. На юге он соединяется с западноавстралийским хребтом. И его основная структура, которая помимо центральной котловины, которую мы уже рассмотрели, это кокосовая котловина, которая здесь окаемляется кокосовыми островами, или впадина натуралистов, как ее еще называют на русских картах часто. Здесь чехол от мела-2 до палеоцена и моложе, и все это лежит на базальтовом фундаменте. Самая древняя котловина – это западноавстралийская, лежащая на юге. Она раскрылась вместе с западными котловинами в позднеюрское время и выполнена осадками от юры-3 до мела, и, конечно, более современными тоже. Раскрытие ее шло на протяжении этого времени. Таким образом, из того, что мы с вами посмотрели, мы видим, что раскрытие Индийского океана в целом происходило с юга на север, что в южных участках мы имеем с вами дело с корой более молодой, чем в северных. Что собой представляет индозонский сегмент, окаймленный восточно-индийским хребтом? Вот восточно-индийский хребет и вот индозонская котловина. Она обладает иоценовой осью спрединга. Имеется здесь в северных участках структуры, которые вовлечены в зону субдукции под зонскую дугу. Кора Индийского океана погружается под эту структуру. Приавстралийская окраина построена довольно сложно, потому что она представляет собой такой фрагмент коры, где океаническая кора расчленяется отдельными выступами коры континентальной, островами. Это, по всей видимости, индоавстралийская плита, которая возникла в конце ранневая оцена, так считается по магнитным аномалиям, испытывает сейчас северное перемещение и вот разбита, расчленена обломками плиты на такие отдельные фрагменты. Вот здесь вот эта Индезонтская окраина хорошо видна. И почему она так сложно построена? Потому что, с одной стороны, древняя плита австралийская, которая является обломком гондваны, а север – это молодой яванский жёлоб. Поэтому, в общем, такое у неё достаточно неординарный режим развития. Самый молодой фрагмент Индийского океана – это океан Австрало-Антарктический. Он как бы на стыке находится Южного океана и Индийского. Вот как раз он является достаточно молодым, в отличие от сегментов, которые расположены к западу и к востоку от него. Значительная часть – это Австрало-Антарктическое поднятие или Австрало-Атлантический хребет. Его окружают острова Амстердам, острова Сен-Поль, плато и острова Киргилен и остров Орд. Что можно сказать про острова Сен-Поль и Амстердам? Это вулканические острова. Они приурочены к излияниям, которые связаны с трансформными разломами внутри хребта Австрала-Антарктического. А вот южные острова Киргилен и остров Хорд, которые, в общем, уже принадлежат Южному океану, это острова, которые располагаются на утолщенной коре океанической Альпского возраста. Как видите, здесь кора как раз древняя и покрыты осадочным чехлом мела и оцена. Как мы уже говорили, это острова, возникшие над мантильным плюмом до начала спрединга активного срединного океанического хребта. Если суммировать все то, что мы с вами рассмотрели, историю развития Индийского океана, то можно сказать, что она, как и история развития океана Атлантического, началась как бы расколом коры и формированием коры океанической в конце средней Юры. Поэтому наиболее древние блоки коры океанической это блоки позднеюрские. Продолжался этот процесс до 100 миллионов лет. Это середина позднего мела. И в это время произошло заложение океана в пределах Гондваны на границе с океаном Тетис. Вот имеется в виду это окраина. Если вы помните карту, которую вы видели не раз и на исторической геологии, когда проходили и строили карты к концу Палеозоя, и в курсе геологии России, обращались к этому, потому что рассматривали уже средиземноморский складчатый поиск, который заканчивается около океана Палеотетис, полностью закрывшегося, но вот этот фрагмент самый восточный сохранился, и с ним как бы земля вошла в мезозой. Ну вот и этот океан в позднем мелу он начинает постепенно расширяться. Вот вот как происходит это в Юре, в Айосе. Это уже поздняя Юра. Вы видите, что уже откалывается Африка от Австралии и все дальше и дальше отдаляется Евразия. Затем происходит раскол, и вы видите, что в раннем мелу уже раскалывается, откалывается Мадагаскар. В позднем мелу примерно вот на отметке Синаман-Альп практически в Атлантике происходит соединение Южной и Северной акваторий, а здесь уже полностью отделяется Австралия и отделяется Мадагаскар и Индостан. В Кампанское время начинается движение Индостана в сторону Евразии. И вы видите, что на рубеже среднего и позднего иоцена происходит уже возникновение точки Родригес. Вот здесь ее еще нет, а тут она уже существует. В Алигоцене Индийский океан имеет практически уже ту же структуру, которая у него существует сейчас, но пока мы еще не видим островной дуги и Иванского желоба в его крайней северо-восточной окраине. Эта структура возникает уже в Неогене на рубеже плеоцена и квартера. И в общем, в настоящие дни это уже вполне оформившаяся структура и вполне оформившаяся окраина активного типа, характерная для Индийского океана, являющаяся его как бы неотъемлемой чертой. Вот таким образом происходило формирование и развитие Индийского океана. Еще одного океана, который является молодым и который показывает нам с одной стороны черты сходства с формированием другого молодого океана, а именно Атлантического, и с другой стороны показывает нам особенности, которые мы не всегда можем на примере развития Атлантики заметить. Например, Красноморский рифт, который представляет сейчас собой как бы зачаток молодого океана. Как он возник? Если в Атлантике мы собственно можем говорить о ее раздвиге, только изучая их на окраинах континентов, изучая результатами бурения заложения грабинов, которые сохранились на континенте и заполненные средне- и верхнеюлскими осадками, то здесь мы воочию видим, что послужило причиной возникновения Красноморского рифта. Это рифт, который сейчас проходит в строгом меридиональном направлении и к которому приурочены Великие озера Африки. Когда-то этот рифт был более длинным, более протяженным, и его окраинные участки в результате распада Гондваны были охвачены уже почти в современное время в Меоцене отчленением аравийского континента от африканского, с которым он, начиная с конца протерозоя, практически был вместе. И вот этот Красноморский рифт, он, можно сказать, играет колоссальную роль в изучении процессов, которые происходят при формировании молодого океанического бассейна. Надо сказать, что и изучение континентальных рифтов Африки тоже богатую пищу дают геологам для познавания, как такие структуры возникают. Изучение осадков, которые там формируются, вулканитов, которые там присутствуют, скоростей, с которыми происходит развит континентальной коры, все это несет очень полезную и нужную информацию. Какие с этими процессами могут быть сопряжены неприятные для человека события типа землетрясений, излияния лав и прочее, и прочее. Поэтому, конечно, Индийский океан, так же, как и все другие океаны, представляет собой колоссальный интерес и привлекает к себе внимание ученых достаточно пристальное, потому что информация, которую он дает, она такая, которую не получишь из развития, предположим, того же Атлантического океана. Ну, вот на этом мы заканчиваем с вами рассмотрение океана Индийского и переходим к океану Тихому. Атлантического Атлантического